Думаю, нам его нас в этом году или придавит, или мы сгорим. Одно из двух. Опасения Надежды Беловой вполне реальны. Независимая экспертиза определила, дом, в котором живет девушка с двумя малолетними детьми, изношен на 91%. Квартира всего 24 метра, а натопить невозможно. Тепло уходит через дыры в полу и на крыше. Я бы могла утеплить фундамент, например, заказать зимнюю раму. А смысл? Я сейчас деньги выкину, а зимой крыша рухнет. Я вообще не вижу смысла. Добивают хотя бы пока временного жилья. От государства Надежда никогда ничего не получала, хотя имела на это полное право. Надя сирота, воспитывалась в детском доме. В 6 лет девочка потеряла маму, а когда ей было 14, мачеха зарезала ее отца. Накупленной пенсии по потере кормильца выпускница детдома хватила на это жилище. Тогда, в 2000-м, эта квартира обошлась ей в 10 тысяч рублей. Дом казался вполне пригодным для жилья. Узнавала у нас дом 1886-87 год. Здесь еще купцы жили в этом доме. Даже монеты дорогие находили. Тут было бревно, оно сгнило все, рухнуло вообще напрочь. Надежда пыталась снимать жилье, но зарплаты музейного смотрителя хватало ненадолго. Приходилось возвращаться назад. Да и помощи ждать не от кого. Единственный близкий человек и советчик – директор детского дома. Она уж не спрашивает такого хорошего жилья, что дайте мне новую квартиру, чтобы можно было жить. Просто жалко, на самом деле, двоих детей тянет. Не пьяница никакая, ничего она. Жалко, помощь бы, конечно, надо. Несколько лет девушка обивает пороги администрации города и района. Чиновники безвыходность положения признают, но помочь не могут. Там проживать в том доме, конечно, нельзя. В вопросе о помощи районные чиновники кивают в сторону областного центра. Мол, все зависит от объемов субсидирования. Пяти или восьми квартирный дом мы будем закладывать на следующий год. При условии, что нам область все-таки эти деньги даст. Но я надеюсь, что это будет. Однако, это перспектива еще одной зимы. Пока же спасти девушку и ее детей может жилье резервного фонда. По признанию главы, скоро одну квартиру должны освободить.